Всем привет! Добро пожаловать на канал Kimi Family! И сегодня будет необычный ролик с моей озвучкой, потому что мы с мамой посетили в этом вложике довольно много мест. Ну как много? Все места были с музыкой. Всем кукусики, всем привет! Оля, светит солнце. Вы на канале Kimi Family. Вот так вам Корея, Корея, Корея. Наш магазин. Корейский рынок. Гучи и Шанель. Сапоги, брат. Я привыкла, что на барахолках в России все такой длинный коридоры, вокруг контейнеры. И никто, не дай бог, не выставит свои вещи. Здесь все лежит. Вообще не тронуто. Таким образом, на небо. То есть вот это и голова, да? Болень, джиншень. Джиншень? Ой, смотри, что это такое? Запах здесь, конечно, соответствующий. О май гад. Ой. Кстати, вот здесь фансонги я покупаю цены линзы своей. Так, начинаем озвучивать. Мы с мамой посетили магазин, в котором очень громко играла музыка. Ютуб за это заблокирует. Я выключаю звук. Видео получается скучно, поэтому смотрите. Мама демонстрирует штаны, которые я выбрала. А здесь я говорю, что штаны, которые я ношу, 90 тысяч. А три пары здесь я покупаю за 30. Этот магазин находится в Анцонге. Мы его нашли по рекомендации маминой подруги. Что меня удивило, так это качество некоторых вещей. Не всех, сразу говорю. Но некоторые. Вот я сейчас пытаюсь показать вам через видео. Ткань очень плотная, очень теплая, классная. Здесь мама надевает мешок на голову, потому что у нее макияж. И запретили без мешка на голове надевать белые кофты. В этом магазине много разных вещей. Заманон. Это дешево. Штаны, куртки, какие-то водолазки. Тут я показываю рубашки тоже. Все стоят очень дешево. И при этом не все так плохо. Ну, кроме вот этого. Вот тут я считаю, плохо все. Здесь и жилетки, и толстовки. На вкус и цвет все найти можно. Я пытаюсь продемонстрировать качество ткани через видео. А пока я вас развлеку своим самым любимым на свете анекдотом. У бабушки на рынке украли всю курагу. Бабушка была обескуражена. Это просто балдеж. Вот такие пижамы здесь тоже за Манон, а то и за 7 тысяч. А вот такие штаны вообще 5 тысяч стоят. Они очень мягкие, очень приятные. И я туда вернусь еще. Что мы его набрали? Мы такой фигни набрали. Такого барахана брали. Наступный. Смотрите, мамин пакет. Смотрите, мой пакет. Я тебе специально такой дала. Мне полез. Я вообще поняла, что мне очень редко, когда подходят, нравятся штаны. Поэтому я беру очень-очень себе однотипные. Те, которые сейчас на мне. Я их брала Tommy Hilfiger. И у меня есть еще почти такие же штаны, только с другого материала. Та же фирма. Просто потому, что мне кажется, что идет один типаж. А сейчас так получилось, что мне сразу все пошло. И это еще было максимально дешево. Это успех. Теперь зайдем в оливьянку. Мне нужна тоналка. Я очень люблю оливьянку. На моей голове сейчас темно-бордовый цвет. Не видно? В смысле? Мама меня красила. Мы покупали краску в оливьянке по типу вот такого цвета. И работаем. Вот она, моя тоналка. Какая? Типа дживанши, только с удовольствием. Каждый раз, появляясь в оливьянке, я обещаю понюхать себе вот эти красивые духи. Это я нюхаю духи Ariana Grande. Очень сладко. Очень сладкие. А это духи Billie Eilish. От Billie Eilish. Как пахнет Billie Eilish? Я не знаю. Но духи мне безумно понравились. Они такие сладкие. Стоят 87 тысяч вон. Тут я говорю, сколько стоит. И стучу по ценнику. Все эти красивые духи в таком флаконе пахли плюс-минус одинаково. А здесь я такая, ммм, как пахнет Мерседес. Мерседес воняет. А такие духи от Хоя у меня были, я хотела их заново понюхать. Это Джимми Чу. Это Джимми Чу. Как пела Кристина Си, туфли Джимми Чу и айфон Хачо. Но парфюм Джимми Чу ей бы вряд ли понравился. Не очень вкусные. Это интересные духи были. Вот так вот мажешь на себя и пахнешь. Думаю, вот так это и работает. А это вам такие красивые баночки. Знаете, очень тяжело жить, когда ты любишь визуально красивое, но визуально красивое снять не можешь. Поэтому давайте обходиться тем, что есть. Вот видите, какие красивые баночки. Ой, я так люблю оливианг, девочки. Я просто вот баночки все потрогаю и счастлива уже. Тут куча уходовой косметики, которая намного дешевле, чем в России. Тот же Ля Роши Пасай. Дай бог правильно произнесла вообще. И что это такое? В магазине, где все продается против акне? Продается возбудитель. Акне. Но по вкусу вкусно. Мне все понравилось. Особенно вот эти маленькие конфетки. И эти конфетки. И эти конфетки. Красиво и вкусно. Люблю оливианг. А это наш с мамой тематический праздник. Мы его очень любим. Видите, нас потянуло к корням, к своей атрибутике. Вспоминаем предков прошлое. Мама тут себе позах подбирает. Ну вот, мама нашла себе удобный инструмент. На, на тебе, на. На, получай. Почему ты еще не миллионерша? Как оказалось, план туда-сюда миллионер должен быть более детальный. А так выглядит моя детская мечта. У меня были такие кеды. Я сама себе завидовала. Мне даже пешистые цены. Ну и куда без крокс? Каждый уважающий себя корейцы носит кроксы. Девочки, если вам пишут корейцы, а у него нет крокс, это фейк бывшего. Мы зашли в Киевси. Кельче. Кельче. Нажимай что-нибудь. Ну че? Ты не знаю. Давай, окей, жми. Давай. Оп. Вот какой-нибудь такой закуток сейчас выберем в Киевси. Смотрите места. На одного. Одиночка. Давай, снила сюда. Садись. Нимаю вам обзор на зал Киевси. Вот это точно на одного. Так. Идем в туалет. Это не похоже на туалет. Это что, Броша-Броша? Это мой горячий шоколад, да? Я надену микрофон, потому что здесь играет музыка. А этот ролик и так почти без звука уходит. И вот мы заказали Киевси. Претензия номер один. Где пластиковые чашечки под соусы? Чтобы вы понимали, в Корее их просто на бумажку выливают. И вид моего горячего шоколада, конечно, нетоварный. Как будто они его отхлебнули или где-то забыли. А это что, Броша-Броша? Я не знаю. Вот здесь. Мама, можешь побыть моей подставкой? Сейчас, секунду. Мама сейчас, наверное, не слышно. Она сзади говорит, какая шляпа. О! Короче, мы зашли в Оливьянке. Я взяла себе вот этот тональный крем. Ну, вообще, это корректно. Так как мы с мамой вдвоем заказали наггетсы, они вообще даже не парились. Нам в один пакет бросили. Типа, на, типа, жуйте. Кофе выглядит вот так вот. Честное слово, как будто вот в офисе где-то забыли, не допили. Как раз для тебя. Как раз для тебя. Да что ты мне микрофон под руки вешь прям? Бредного аппетита. Но не нам. Озвучиваю себя. Блин, надо было купить те пушистые штаны. Я бы дома хотела. Самая нарядная. Как жалко, что мы сидим сейчас не в Бургер Кинге. Он вкуснее, чем KFC в корейском. Нам много. Да, мы уже все съели. Допиваем кофе. И когти рвем. Ой. Темно уже на улице. Я делаю себе самостоятельный свет. Сегодня я планировала идти в спортзал. Ну вот мы с мамой сидим в KFC. Я выпила, наверное... 500 калорий. 1000. 1000 калорий в кофе. Да, 1000 калорий. В этом горячем шоколаде. Я думаю, туда мне просто понакидали 5 мороженых и разогрели. Очень сладкий. Все? И вообще в последнее время мы не можем все с родителями никуда выехать, потому что сначала мы болели, потом работали. И сейчас у меня творческий кризис. На прошлых выходных мы не выпустили ролик. У нас с Веней был день рождения. У нас оно в один день. Такой мне подарочек устроили родители. Мы ходили, отмечали, кушали. И, кстати, ребята, которые в телеграме на меня подписаны, очень многие меня поздравили. Огромное спасибо всем за поздравления. Я хочу подобрать себе свет красивый. Все. Сейчас мы поедем домой. Надеюсь, успею в зал. Еще сейчас поедем яблоки покупать. В Дайсу нам надо сходить. Еще куда я хотела. Все против моего развития спортивного. Спасибо, что вы слушали. Пока-пока. До нового видео.